Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Dragon Age Origins. Ну что ж, в прошлый раз мы с вами осмотрели Fort Dragon 1 этаж, хотя вот здесь мы как-то не осмотрелись. Давайте тогда вернёмся и исправим это недоразумение. Как так? Я целую зону пропустил большую. Не похоже на меня. Либо я зашёл, увидел... А, всё, я понял. Не, нормально. Хотя я прям не помню, чтобы мы её осматривали, но проверили. Так, всё-таки лично мне будет спокойнее. Простите, тут ищу попутно кое-что на столе. И поэтому не смотрел, куда бегу. Мастерски. Так, здесь толпа порождения тьмы. Во, сандал, мы у него всё скупили и пошли на второй этаж. Ух, а тут у нас что? А тут у нас очередное место бойни. Ну, вот это выглядит как некий тупичок. Хотя, стоп, тут что-то светилось. Деревянный ящик. Коварц. Бочка, нефрит. А зачем нам вот это сейчас? Вопрос. Вопрос, кстати, хороший. Ну да ладно. В итоге мы видим, что отсюда выход довольно-таки один. Не то, чтобы нас как-то направляли и загоняли, да, в одну сторону. О, слушайте, даже потолок, смотрите-ка, проработан. Помнится, когда проходил Insomnia the Arc, как раз-таки не хватало возможности иногда посмотреть вверх. Очень было это грустно. Как помните, в Путураме, когда профессор себе повредил спину и ходил, смотрел исключительно вниз. Или вверх. Там, по-моему, он то вниз и был диким пессимистом. Потом его исправили, чтобы он смотрел чисто вверх. И он стал оптимистом. Ну, либо наоборот. В общем-то. Ну, идея такая. Уж простите, что не могу точно процитировать Путураму. Только время не утекло. Хотя такой классный сериал закрыли. Вот как так можно? Ну, конечно, возможно, среди пользователей телека на тот момент он прям огромные рейтинги не собирал. Но вот в интернатах это, конечно, большое событие. Хорошо, давайте всех оставим здесь. Здесь зайдем и посмотрим. И тут же выйдем. Ну, потому что мне не очень нравится сражаться на их условиях. Тут два вожака. Как бы все, ну, относительно серьезно. Так, я надеюсь, что народ резко не побежит сейчас внутрь. И мы все-таки... А, три вожака, слушайте. Ну, вот это вот уже схватка по нам. Если ты расстраиваешься. Так, ну-ка. Покинем провокацию, чтобы они били нас. Благо, у Вин довольно-таки много мам. Ну, и давайте мы свою тоже стамину потратим. Что она просто так у нас висит? Лучше мы потратим. У-у-у. Погаси, крикнули. Крикнули так, что даже вожак улетел от страха. Прелесть. И нам, наконец-то, падают целебные припарки. Ой. Ой. А, черт. Мне показалось, что это сейчас какая-то заставка будет. Потому что экран чуть потемнел. Это похоже на проход дальше, да? Нет. Это похоже на проход в тупичок. А в тупичках обычно ништячки. Нет. Ништячков нет. Но зато довольно-таки красивое место увидели. В общем-то, тоже оно того, значит, стоило. Так. И... Ой-ё. А здесь целый, мать его, лабиринт. Вот ведь. Надо же. Никогда не думал, что мы с вами попадем в тот же кошмар, который у нас некогда был. Помните в этом. В башне магов. По сути. Потому что там вот была куча несвязанных комнаток. Ну и вообще, конечно, если не повышение характеристик, то я бы туда больше по-своеволе, наверное, не пошел. Причем есть мод, который позволяет все это пропустить разом. Но я не знаю, правда, получаешь ли ты при этом свои характеристики заслуженные. Ну то есть, конечно, за характеристики можно и пострадать. Но так, наверное, это, ну, самая нелюбимая локация. Говорили, что Арзамар затянут, но там была интрига. Там, ой, она сейчас посмеялась очень крипово. Это было прям страшно. А там есть некая интрига. А вот в башне магов, ну, в принципе, все понятно с первых строчек. А? Так. Тут за дверью кто-то. А давайте встанем как-нибудь вот тут вот, ребятки. Не, мне так не нравится. Давайте как бы это. Блюсти формацию. Вот. А теперь откроем дверку. О, Генлоки убийцы, но это ученики. О, а там еще пара. Тоже? О, Генлок убийца высшей квалификации. Вот поэтому я не люблю русифицированные игры, книги на русском и вообще все вот это. Потому что, ну, для меня как-то это... Ну, ладно. Тут, мне кажется, все-таки с переводом не очень справились. То есть, представляете, да? Генлоки убийцы. Это некие варвары. И тут у них есть квалификации убийц. Но насколько это глупо, а? Оп. Во, всем выйти из сумрака. Давайте ученика добьем, чтобы не мешался. Ну и плюс, тогда у них не будет никакого чистного превосходства над нами. А теперь можно вот эту вот сволочь заковырять, хоть он на нас и повесил метку смерти. Но не думаю, что она ему сильно помогает. Да, у Лагина, конечно, даже для одноручного бойца, по сравнению с нашим персонажем, хороший урон. Но, правда, мне кажется, у нас для бойца одноручного хорошее танкование. Где, где, где? Где? А, вон. Ну, это как бы нас сейчас не коснется. А, вот тут что-то. А, давайте посмотрим карту. Может, она что-нибудь подскажет? На самом деле, карта мне подсказывает вот этот зала смотреть, потому что, возможно, вот здесь тупик. Хотя, вот это тоже похоже на некий тупик. Ну, давайте тогда вот это посмотрим. Ой. Ой, вот тут, кстати, маг бы нам не помешал. Лиляна, а как насчет пострелять в них? Ну, то есть, в перестрелке, скорее всего, у нас есть преимущество, потому что Лиляна может кого-нибудь из них замочить, после чего мы спокойно отсюда можем выйти. А наш персонаж может выйти вперед и кинуть провокацию. Пусть стреляют по нам, если это возможно. Потому что у Лиляны, естественно, и запас здоровья поменьше. Ну, в общем-то, заходить в такую штуку не очень приятно. Ага, там еще, кстати, их полно. Лиляна, тебе не видно, да? Пока. Вот так вот, видно? Вот, давайте просто проконтролим Лиляну, чтобы она... А, нет, нет, я хотел, чтобы ты встала как-нибудь вот тут. Лиляна. А, тут... Вот отсюда как-нибудь может она. Да, отсюда может. Отлично, то есть, короче, чтобы она по одному их как-то фигачила, по возможности не сильно выходят. Я понимаю, что на это смотреть, наверное, не очень занятно, но этот способ перебить всех спокойненько и без проблем. Потому что там, смотрите, еще и вожак. Ну, вот в этот момент, наверное, мы можем взять всех и побежать внутрь. Пинуть таунт, чтобы никого лишнего не били. И, например, начать с вожака, которому... О, вот этим можно святую кару прислать. О. О, а сейчас должно быть нормально, потому что, как бы, у нас и... Тут мы вожака на себя переключили. Ну-ка. Ох, какой бы его кличка хороший, когда полностью прокачано, а? Прям и с ног сбивает, и в жопу попадает. О, красавчик. Конечно, странно, что у лучников есть ярость берсерка, но не будем, как бы, с вами... Как это? В общем, хочет быть берсерком, пусть будет им. Эх. А здесь, я надеюсь... Да, здесь тупик, то есть просто в этой локации мы что-нибудь сейчас налутаем с вами, возможно. Ну, тоже, в общем-то, я не против. Потому что всегда обидно, когда что-то остается позади. Вот только то, что у нас есть с вами инфравидение некоторое, что касается ящиков, оно, конечно, смешно. Генлок-убица высшей квалификации. Ну, серьезно. Ну, вот это... Для меня это, как бы, портит атмосферу. А вот прямо впереди. Тут все прямо было готово к нашему визиту. Ладно, пока наш персонаж там корчится в ловушках, давайте Лилиана обезвредит все это просто на случай, если нам придется спешно отступать вот тем же путем. Потому что, ну, такой вариант, хоть и маловероятен, но не исключен. Плюс даже вот каждый раз, как что-то чпокает, мы видим, как у нее потихоньку набирается опыт, кстати. Если посмотреть, кажется, опыт дают только ей, да? Кажется, да. Хотя, может, просто 40 это, как бы, показывают, что каждому. Типа, пацаны, всем по 40 опыта. Тоже возможно. Так, здесь, опять же, ништячки всякие. Ну, такие. Как бы, я не знаю, что... Что может глубинный гриб поменять в битве с финальным боссом, которая, скорее всего, ну, не за горами. Мягко скажем. И тут... Ничего. Ну, ковер. Ковер, кстати, вот такое ощущение, что у кого-то ностальгия по советским временам, потому что я готов поспорить, что у меня такой в детстве на стене висел. Вот если не такой, то очень-очень похожий. Но мне кажется, вот именно такой ковер... Обалдеть. Обалдеть. Прям я вспоминаю вот этот запах, знаете, дивана и ковра. Ой. Хорошо, если игра хочет вручную сохраниться, давайте... Ну, в смысле, автоматом сохранится, мы еще вручную. Ага. Ага. Там что-то серьезное. Это что-то серьезное, но обкастовывается. Кто это вообще? Героическая ковра. Пусть мы можем к себе пригласить, а? Вот смотрите, двое пошли на нас. Но это огры. Как бы то ни было, гораздо проще будет с аграми разбираться, когда... Ну, точнее, не с аграми, а с магом разбираться, когда рядом с нами нет вот того чувака. Ах, для чего мне это смешно? Хе-хе. Да. Потому что агры даже так нам очень даже не кисло наваливают. Значит, чуть-чуть отойдем. То есть, просто чтобы... Ой, да. Чтобы Огр своими ауешными ударами не раскидывал всю нашу фатьку. Ну, я так понимаю, что, в принципе, наверное, на высоких сложностях. Ну, там наверняка, конечно, люди более как-то ответственно, что ли, подходят к своей экипировке, возможно. Но при этом... Давайте отступим. Я хочу сохраниться после этого боя. Потому что у меня плохое предчувствие. О! Да. Отлично. Ну, просто переигрывать гораздо проще маленькие кусочки. Случись чего. Потому что тут... А, ну это обычный, кстати, эмиссар. Он даже желтый. Это скотина желтая всего лишь. Но все равно, в случае чего, при поддержке вот тех двух агроков, он бы был, ну, серьезным испытанием. Ой, мы с вами почти выбрались на крышу. Но здесь куча сундуков. То есть, помните, да, такая тема, что когда тебе дают кучу лечилок, кучу брони и прочего, это на самом деле неспроста. Это значит, что скоро тебя будут нагибать. Ха-ха-ха. К слову. Дай я попробую. Слово «Оптичка», да? Это помоги части. Ну что ж. Да. Да, но, наконец-то, у меня есть чувство, что в сундуках что-то полезное находится. Как пожелаешь. О, блин, я... Я уже начинаю бояться финального боя. Ну, если он там. Потому что готовят нас на серьезные испытания. Да, вот денег зачем нам насыпать в этот момент. Ну, то есть, странно, конечно, было бы, если бы их здесь не было. Либо это, знаете, награда за то, что мы с собой привели кого-то, кто может сундуки вскрывать. Потому что, ну, в каком-то проценте пати, наверное, такого человека может не быть. Хотя я сомневаюсь, что если человек дошел до суда, он мог не усвоить, что вскрытие замков полезно и вообще-то идет, ну, на всеобщее благо. Ладно, пошли. О, ну, здрасте, Андрасьте. Так, окей. Ну, что ж, отступать некуда. И я сразу предупрежу, что если нам не хватит времени на... А сколько он действует? Ладно. Каменный бальзам. Я думаю, начнем с него, потому что, ну, велики шансы, что именно он нам больше всего пригодится. Только стоп, 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 куда вы? Давайте, все-таки эта дрянь будет атаковать нашего персонажа. И мы по традиции, по хорошей традиции, попытаемся его развернуть спиной к нашей пати. Вот. Так, и, наверное, какой-нибудь еще бальзам я бы выпил. Вопрос, сколько действует? И стакуются ли они? 103 секунды, но, в принципе, да. Давайте логейн вместо подавления выпьет целебную припарочку. А мы, кстати, можем какой-нибудь... Не бутыль с кислотой, а какой-нибудь яд на наше оружие нанести. Я так чувствую, что за ним придется тут бегать. Ага. Но он... Мы ему сняли, ну, не знаю, процентов 12,5, я бы сказал. При том, что, ну... Типа, одну восьмую. Давайте так, ладно. Не будем умничать. Во. Ага. То есть с драконами мы уже дело имели. Может быть, еще какой-нибудь... А духовный бальзам... Не знаю. Заземление. Да не, вроде... Вроде он ничем больше таким не атакует. То есть понять, что вот это за... А! Слушайте. Големы. Ну, то есть... Это тот момент, когда уже могут, в принципе, погибнуть все. Хотя вот лично Эрл Эамон выбежал. Не то, чтобы нам здесь помощь нужна была прям сильно. А. Ой. Ой. Так, а наша патька где? Где наша патька? Логейн. Ага. Вин, отойди. А вот. Мы кидаем вот это. А Логейн, опять же, вместо своего подавления, давайте целебную припарку упорят. Интересно, Вин успела отойти? Ну, боевой клич. Ну, да. С учетом того, что у нас еще с вами остались войска, я так думаю, что... Блин. Ну, какое-то даже разочарование. Потому что... Ой. Тут еще кто-то приходит, да, нам? Против нас. Да, смотрите-ка. Так, порождение тьмы начинает выходить. И архидемон, как до него добраться, в другую сторону бежать. И вот, вот он будет. Хм. Ага. Йо. А он там, типа, неуязвим, да? То есть, нам надо с вами, вот как-то с этими ребятами разобраться. Типа, фаза сменилась. Ух. Ух, ну, они не такие уж и сильные. То есть, я смотрю, вот эти всякие гарлыки вообще с одного удара рубятся. Но крикуны чуть посильнее. И что, надо всех, типа, прибить их. Пока не прибьем. Нас к архидемону не допустят. К счастью, он продолжает поливать именно нас. То есть, из всех достается именно нам, потому что я не уверен, что Винн бы пережила такой напор. Ой. Что, он куда-то перелетел или он просто заюзал какую-то штуку? Просто я сомневаюсь, что это тот момент, когда нам говорят, типа, чуваки, а дальше надо рейнджовыми атаками исключительно добивать архидемона. Давайте святую кару кинем. Вот она здесь сейчас будет в тему. Хотя архидемон продолжает... Ммм... Продолжает плеваться. Но у нас тут толпы големов. В принципе-то. Ой, сейчас у нас таунт отлипнет. Просто я бы все равно предпочел, чтобы атаковали нашего персонажа. Остальных я бы мог использовать... Ах, больше. Ну и Винн. Раз нам столько лириума насыпали, давай. Мы, правда, с вами сражаемся прямо в эпицентре вот этого вихря. Лилиан, интересно, а ты сможешь атаковать архидемона? Давай, иди, займись делом. Или не займись. О! А, один голем погиб. Вот незадача. Наверное, надо было их лечить. Так. Вроде на этом фланге у нас все хорошо. У нас с другого фланга всякая фанга. Так, Лилиан. Как у тебя все-таки с атаками по архидемонам? О, она пытается, но кажется, я эту атаку отменяю. Ну, не как сейчас модно отменять людей, а просто что-то... Не? О! Недоступно. Да, просто, видимо, в этой фазе как бы, ну, не можем. Ну, прикольная идея с волнами, потому что иначе действительно было бы слишком просто. Хотя волны, ну, на этой сложности они скорее как трата времени, чем реальные испытания, с учетом того, что у нас еще довольно-таки хорошо с армиями. Так, тетя, тетя Мотя. Но, правда, у нас каменный бальзам закончился. Вот, конечно, от этого я бы не отказался. Стоп, почему? Ага, вот. Так, ой. Давайте, наш персонаж сюда. Там еще Терлогейн как-то активно. Вообще было бы здорово. Вот теперь было бы здорово, если бы погиб последний голем, и мы могли какую-то другую армию призвать посмотреть. Ну, просто здорово, да? Если есть шанс посмотреть всех. А Эрлы Омона я бы, конечно, постарался не отдать ему. А давайте святую кару дрянь кинем. Ой. Так, ну вот, еще архидемон доступен. Голем, а голем, а ты как-нибудь, может, покинешь все-таки, а? Так, что ж, удар с щитом. Он явно не работает. А вот таунт явно работает. Правда, хорошо ли, что я это все сделал? А, ну вот, вин начала нас лечить, и мы можем с вами, в принципе, сейчас игнорировать Генлока всяких. Ох. А? Красиво. Но у нас, видимо, заставили... Нет. А-а-а-а-а... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А затем все кончилось. Со смертью Архидемона Орда окончательно распалась. Враги бежали на глубинные тропы. Они останутся угрозой в будущем. Однако мор закончился, не успев начаться. Вералден был спасен, и страна с Иковларием встретила свою королеву. Серые Стражи были оправданы, и началась новая эра. Но какой ценой? Друзья мои, мы собрались, дабы чествовать тех, кому обязаны нашей победой. Из тех же, кто защищал от порождения тьмы осажденный Ден-Арин, особенно заслужил признательность один воин. Тот, что возглавил атаку на Архидемона и убил его, сейчас по-прежнему с нами. И вдохновляет своим примером всех, кого он спас в этот день. Дамы и господа, перед вами героиня Фералдена, Серый Страж, который впервые за 400 лет после Гараэла победил Амор. Серый Страж, трудно представить более важную услугу, чем та, которую ты оказал Фералдену. Думаю, будет только уместно, если я достойно награжу тебя. Какой награды хотел бы ты попросить у королевы Фералдена? Ха-ха. А-а-а. А, давайте, ваше величество, я прошу, чтобы долицам дали землю. Семья превыше всего. Думаю, это можно будет устроить. А знаете же все, что внутренние области страны к северу от диких земель Каркари, включая Астагар, отныне целиком и безвозмездно отданы долейцам. Земли там не освоены, и нас еще ждет немало хлопот. Но будем надеяться, что это лишь первый шаг к сотрудничеству наших народов. Знаете также все, что Эрлинг Амарантайн, некогда земля Эрла Хоу, ныне безвозмездно передается Серым Стражам. Там они смогут возродиться, вдохновляясь примером своих предшественников. Каковы твои планы? Ты останешься у Серых Стражек? Ох. Ох, я хочу найти Морриган. Мне показалось, она не хочет, чтобы ее нашли. Но я тебя понимаю. Группа восторженных граждан Ферелдена с нетерпением ожидает снаружи, чтобы хоть одним глазком глянуть на своего героя. Советую тебе показаться им хоть на минутку, пока они не взяли штурмом ворота. Когда будешь к этому готов, просто скажи Стражнику у двери. А это что за поворот интересный? А знаете что, давайте... О, достижения разблокированы, я типа крутой. Отлично. Давайте это посмотрим в следующем эпизоде. Ну, потому что там я так подозреваю, что еще титры. Еще я хочу мнением своим поделиться. А пока что спасибо Дахармсу, Миша Лебедеву и Юджину Вольну за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной прошли эту игру. Ну, почти. На 90 процентов. Фу, 99.9. Ну, и финальный титр посмотрим уже завтра. А на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.